всем тихой ночи что же по какой-то причине я решил сделать еще одно видео по бэкрумсу потому что похоже люди действительно хотят узнать больше об этом удивительном мире и как по мне пока закулисья не теряет своей изначальной концепции о которой я говорил в первом видео на эту тему если не видели ссылка есть в описании его популярность будет только расти и потому что несмотря на всю свою фантастичность закулисья рассказывает о чувствах знакомых каждому изучая базу данных закулисья я особенно заинтересовался девятым уровнем попавший на этот уровень человек обнаруживает себя ночью посреди пригородной дороги судя по кучкам опавших листьев и лужам это пространство навсегда застряла в теплой полуночи поздней осени осмотревшись странник видит что вдоль дороги идут бесконечные ряды одинаковых двухэтажных домов в общем типичный такой американский пригород поначалу может показаться что это довольно простой для выживания уровень ведь в домах много полезных предметов нет проблем с едой и водой да и в целом тут достаточно приятная атмосфера гнетущей или страшно ее назвать никак нельзя заходи в любой дом и живи в свое удовольствие а кроме этого отсюда несложно выбраться на предыдущий восьмой уровень или пройти дальше на следующий 10 также путники обнаружили что если следовать указанием дорожных знаков можно оказаться в 11 уровня казалось бы отличное место для жизни и отдыха во время путешествия вот только проблема в том что монстра тоже оценили удобства и уютную атмосферу этого места и в некоторые из домов набиваются целые толпы чудовищ забравшиеся сюда из соседних уровней впрочем ни для кого из них это измерение не является родным потому неразумные монстры стараются не забираться особенно далеко так что поначалу путник может решить что если он пройдет по дорожке достаточно далеко то все твари останутся позади и он сможет спокойно жить в одном из просторных домов однако ведомые своими инстинктами обостренными чувствами существа не просто так побаиваются забираться в глубь этого уровня они чувствуют опасность которую люди заметить не в состоянии некоторые странники желая покоя и уединения проходили многие километры вдоль рядов домов и даже успешно прожили в них несколько дней наслаждаясь местной простой жизнью но в какой-то момент все менялось поначалу около дома занятого странником начинал появляться туман какое-то время он был обычным но затем приобретал неприятные свойства из него начинали доноситься страшные звуки громкость которых постепенно нарастала а внутри его области температура начала падать замораживая все вокруг но холод и шум не единственная опасность тумана ведь приблизительно на 12 день пребывания в доме из дымки появляются монстры известные под номером 63 и похожие на разложившиеся человеческие тела с длинными и тонкими конечностями напоминающими получи лапы они довольно крупные и редко проникают в дом но даже то что по ночам такие монстры ползают по стенам дома может довести путь никогда нервного срыва сражаться с такими не пробовал никто так что неизвестно возможно ли их вообще как-то уничтожить потому что выжившие свидетели появления этого монстра сразу бежали как только его замечали тут вроде бы выглядит логично идея что можно перемещаться примерно раз в 10 дней и занимать новый дом благо это пространство бесконечно вот только тут путника ожидает еще одна опасность чем дальше человек продвигается в эту реальность тем больше шанс того что он попадет в пространство представляющие собой небольшое поле высокой травы покрытая туманом находясь на котором человек видит на горизонте большой источник красного света так как это единственный ориентир в этом измерении люди часто начинают идти в его сторону и обнаруживают что это радиовышка добраться до которой оказывается невозможно двигаться в сторону красного свечения не рекомендуется также крайне не рекомендуется долго оставаться на одном месте потому что в траве могут бродить самые разные монстры чаще всего это бесформенные существа плоти с торчащими во все стороны конечностями известно что они происходят из третьего уровня закулисья и по неизвестной причине часто застревают именно в этой местности как правило попадая сюда они почему-то не могут выбраться от чего становятся злобными и голодными так что встречи с ними не сулит ничего хорошего кроме обычных чудовищ тут свободно расхаживают и длинноногие твари с 9 уровня легко перемещаясь и поднимая свои тела над высокой травой существует теория что красное свечение является непосредственным источником этих монстров некоторые путники утверждают что они видели как те расползаются по закулисью именно оттуда в целом имеет смысл хаотично перемещаться потому что иногда прямо в земле попадаются односторонние порталы ведущие на другие уровни через которые можно выбраться на второй или третий уровень то есть почти в самое начало закулисья чаще всего эти порталы выглядят как вход в какой-нибудь подвал или старое бомбоубежище но иногда они представляют собой просто дыру в земле однако для тех кто желает наконец найти покой и уединение это место предоставляет неожиданную возможность если двигаться в противоположную сторону от красного свечения при наличии некоторые доли удачи можно выйти в область поля из которой видно яркий белый свет двигаясь на который можно рано или поздно попасть в так называемый алый лес среди деревьев которого возможно отдохнуть от монстров да и других опасностей тут обитает некая сущность прозванная фонарь статья о которой по какой-то причине недоступна так что подробности о том что это такое мы и не знаем и она интересна нам только тем что каким-то образом отпугивает всех агрессивных сущностей делая лес уникальным оазисом спокойствия некоторые люди говорят что жизнь в лесу очень похожа на обычную жизнь в обычном мире тут можно даже забыть о том что ты оказался в бекрумсе потому некоторые путники остаются тут жить навсегда на сегодня считается что в этом измерении живет около сотни человек которые создали небольшую деревню даже удивительно что в этом нет никакого подвоха однако обычного путника здесь ожидает одна неприятная новость ведь единственный известный выход отсюда это путь обратно в поле высокой травы потому приходит сюда в основном те кто желает здесь остаться на всю жизнь да и существующие почти по всему бекрумсу вай фай здесь по какой-то причине не ловится но все же если оставаться на уровне 9 менять дом где-то раз в неделю избегать заросших травы участков и не собираться в дома облюбованные монстрами тут наверное можно как-то жить в целом да это возможно но тогда путника ждет еще одна проблема это существо под номером 96 люди прожившие на уровне достаточно долго часто жалуются на то что им кажется будто бы из каждого темного угла на них смотрит десятки глаз особенно это чувство усиливается в ванных комнатах туалетах и на кухне в общем там где есть источники воды виной тому небольшие существа похожие на глаза которые обитают в местном трубопроводе они приползают посмотреть на каждого нового гости их мира когда тот начинает обживать пустующий дом и мало того что приятного в картине смотрящего до тебя из воды в ванной или в туалете глаза особенно нет так еще и существа эти достаточно агрессивная и если им представится такая возможность они обязательно сожрут человека схватив его за то за что удастся ухватиться своими длинными лапками жгутиками которыми они будут впиваться в плоти разрывать ее переваривая по пути некоторые особо крупные особи которые уже не помещаются водопроводные трубы начинают вести наземный образ жизни и ходят на своих жгутиках по газонам заглядывая в окна домов как ни странно они в целом менее опасны чем их мелкие собратья потому что из-за большого размера они сильно теряют подвижности и их несложно усмирить парой метких ударов прямо так сказать не в бровь а в глаз также сообщают летающих версиях этого существа говорят что такие крайне опасные и могут атаковать на расстоянии лучом какой-то энергии однако такие встречаются крайне редко да и заметить их издалека несложно в общем несмотря на то что уровень 9 закулисья поначалу кажется привлекательным лучшее что можно сделать это как можно скорее его покинуть ведь во вселенной by кромс хватает у других интересных и необычных уровней которые мы еще будем обсуждать на этом канале всем пока